Сегодня я решила выступить и обратиться через вас к спикеру Джогур Кемеш и нашему президенту Генеральной Академии. Поскольку я неоднократно писала заявление о наболежном нашей правлении. Поскольку длится судебные тяжи 2006 года. Они делись и сейчас длятся, поскольку по моему заявлению еще было возбуждено уголовное дело, административные рассмотрения. Но я часто проигрывала, поскольку за этим стоят высокопоставленные люди. И, как говорится, я не могла добиться правды. Но, однако, я не останавливаюсь. Я писала, писала обо всех фактах, обо все органы. И где-то срабатывала, давали ответы о незаконных принятых документах. И, в конце концов, в августе 2014 года было возбуждено уголовное дело Первомайской прокуратурой. Но оно было возбуждено только после проверки АКС и ГРС, которые выявили все нарушения по оформлению земельного участка в частную собственность. Вот тут я хочу конкретно остановиться. На кого? На Турдуеву Туликан Тургамбаевну, которая является родной сестрой Турдуевой Айгуль Тургамбаевны. А Айгуль Тургамбаевна Турдуева является супругой нашего депутата Мирбета Черкешевича Тикибаева. Я поэтому и поняла, почему я и проигрывала все время. Но это началось в 2006 году, когда мы узнали, что нашу детскую площадку... У меня все документы есть, и показано, как детская площадка на штейн-потопоселках в 2006 году я брала, оформляла, чтобы все узаконить, когда мы создали ТСЖ. И мы тогда узнаем, что этот земельный участок, метод детской площадки, оказывается, закреплен Первомайской администрацией постановлением 190 пункта 3. Вот постановление Тургуевой, Тургамбаевной, улица Баетова, Ценестану, площади 300 квадратных метров. И оформить Бешкесовым городскому управлению по землеустройству регистрацию прав на недвижимость государственного акта о праве частной собственности, согласно приложенным документам. Документы такие вызывают сомнения. Значит, ссылка этого постановления на техническое заключение от Бешкесового архитектуры. Без номера, без даты, подписи непонятно кем. И где тут написано, что Бешкесового архитектура, рассмотрев заявление гражданки Тургуевой о предоставлении земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, сообщает. Рассматриваем участок, он находится с выездом на место, визуально обследовав, визуально обследовав, что они закрепляют наш земельный участок под детской площадкой. Но самое главное, почему уголовное дело было возбуждено уже в 2014 году, поскольку до этого мы судились, чтобы отменили это постановление, чтобы вернули наше право на пользование этого земельного участка, общего пользования. Поскольку эта земля находится и служит не только детской площадкой, а вокруг еще служит подъездными путями частному сектору, двухэтажной старинке многоквартирного дома, в котором я являюсь председателем ЦСЖ. Но поскольку в судах мне все время говорили, ну раз у них постакт есть, то ваше право не нарушено. И мне все время рассказывали, я снова подавала в суд, и мы кругами проходили от первой инстанции до Верховной. Но потом, я поскольку писала заявление в разные органы, и наконец выяснилось, выкопали мы, извините за выражение, что этот участок, зарегистрированный и выданный ГОСАР на Турдуеву, еще раз повторюсь, на сестренку или сестру, вот Тургамбаева Альбуль, она является супругой Тикибаеву. Почему это получилось? Потому что мы стали когда расследовать своим методом, своими силами, то, доставая органы, нам так и сказали, что вы можете сделать. За этим участком стоит Умербек Черкешевик, Кибарик. Кто вы, кто он. Так что сидите спокойно. Но мы не стали сидеть спокойно, мы все время подавали, подавали. И выяснилось, что этот земельный участок, после этого, то, что мы активно проявляли возврат этого земельного участка, переоформили на подставное лицо уже договором купли-продажи на некого Айдералиева. А Айдералиеву мы тоже в глаза не видели. Так же, как и Турдуеву, который ни разу на этот земельный участок в течение по сегодняшнего дня не приходил. Но, что парадокс, на Уже Турдуеву появился документ о приемке в эксплуатацию, которую Дежилес Мэри принял, якобы она построила дом и сдала в эксплуатацию. Извините, мы там проживаем столько лет, много лет, более 10, 12 лет, никогда там дом не построился на этом земельном участке. И как мог приняться акт приемки в эксплуатацию? Мы стали тоже опять расследовать и выяснили, почему акт приемки в эксплуатацию? Для того, чтобы перепродать этот документ, документом на несуществующий жилой дом, на Айдералиеву, на подставное лицо, потому что на то время имелся мораторий на продажу земельных участков. Поэтому снова мы написали заявление от имени жителей в СНБ, в Генпрокуратуру. Но поскольку СНБ отправило наше заявление в прокуратуру, поскольку это прерогатива прокуратуры, то прокуратура 1-го майская возбудила уголовное дело от 2 августа 2014 года. По этому факту не направило 1-го майская РОВД. Почему мы сегодня решили дать конкретную конкуренцию и сказать о наболевшем, чтобы вы не подумали, что это политика какая-то, что политикливый? Нет, это просто наша больная тема, больная душа, вот что мы не можем добиться, и правды этой. Поскольку вчера следователь с того времени все время, то он приостанавливал, мы опять требовали, опять через прокуратуру, мы когда писали заявление, отменялось опять на заполнительную проверку, опять никаких проверок. Якуба отправили на экспертизу, а экспертиза по почеркам, по подписям, кто там все везде подписывал, опять не давали заключения. Тоже понятно, почему экспертиза не давала заключения на то время, что не имеется недостаточно подписей. Ты вот столько подписей давала, как же так? Все документы разнятся. На это у нас есть тоже ответ. Мы обращались в АКС, ГРС, они там тоже нам дали ответ, что за подписью Шайниковой, что визуально даже все подписьи разные, и никто в этом участвовал. Вот мне этот ответ дали государственная регистрационная служба. Оно в печати, и все есть. Это я тоже предложила к уголовному делу. Так, уголовное дело опять вчера приостановили, поэтому мы решили вам дать бесконферензу. Чтобы обратиться, я еще раз повторюсь, чтобы опять взяли на контроль генеральная прокуратура, соответствующие госорганы, Дюкор Кенеш, президент, наконец, чтобы рассмотрели наше заявление, которое мы написали давно, и дали юридическую оценку. Привлекли к ответственности всех причастных к этому делу лиц. Следователь Оторчаев приостановил. Оторчаев, следователь, я в мае сказал, да? Вчера приостановил это дело за неустановлением лиц. Когда все, мы ясно пишем, кто за этим стоит, кто участвовал во всех службах. А он пишет, приостановил за неустановлением. Он опять не установил. Поскольку он тоже мне сказал, к луару коридора, мне звонил Дортикибаев и сказал, да не это дело. Я не знаю, у меня, конечно, нет подтверждений, я запись это не делала, но это он мне лично сказал так. Поэтому я вижу, что это дело не двигается. Мы стали писать в прокуратуру заявление от жителей, чтобы на фиктивный дом признали этот акт приемки эксплуатации и зарегистрированные эти документы, нарисованные несуществующий дом в тех паспорте, признать недействительным и действия этих сотрудников госоргана беззаконными, чтобы они подали из Бешкетского международного суда. Прокуратура подала в суд. Бешкетский международный суд удовлетворил, признал действия ДЖС и госрегистра незаконными признать акт приемки эксплуатации в недействительном. Значит, оставалось теперь только признать то, что мы все время судили в течение 10 лет. Пункт 3.3, постановление 190. Однако, продолжение такой, тоже опять парадокс. Они, оказывается, переписали, заключили договор о даревом участии с ОСУС-АНАТ-Инвест. И они, как третья лица, ОСУ-АНАТ-Инвест, который хочет там воздвинуть многоэтажку, десятиэтажный дом, я не знаю, на таком плачке, нарушение всех санитарно-пожарных норм, подает, обжалует это решение. И городской суд отменяет. И что интересно, там такая формулировка в решении. жителей, это, а чем нарушены права прокуратуры? Оказывается, не чем нарушены. И отменяют. Отменив, мы тогда подаем, значит, надзорную жалобу в Верховный суд. И Верховный суд, Верховный суд, вот, наш юрист ходил, Верховный суд писал, участвовал с прокуратурой, и Верховный суд, вот, 9 апреля, 2015, наконец, поставил точку. И написал, это вынес, если бы написал, что Бештельский межрайонный суд, первая инстанция, вынесла законный судебный акт, что раз есть только нарушение, то признать акт приемки эксплуатации недействительным. И регистрация на этот акт приемки эксплуатации недействительным. Еще хочу я констатировать и подчеркнуть, что сама Турдуева, первое время, когда Усорчин обязался действительно расследовать это уголовное дело, вот, два протокола есть, от 12-го года 2014 года до 15-го года, почему-то вот так, в принципе, поставят, где она, пока она была там дотрошена в качестве свидетеля. И так, везде, вот, подчеркнут, где ей задают вопросы, скажите, пожалуйста, как вы получили этот участок, она говорит, нет, я ничего не делала на этом участке, не помню, не оборождала, с соседями не знакомилась, их не знаю, поскольку сама Турдуева имеет квартиру, микроэн не ржала на то время квартиру, когда ей закрепили этот земельный участок. И она, конечно, в этом районе не была. А почему этот участок приглянулся и закрепили за Турдуева, я еще раз подчеркну. Этот, Лемберд-Лемберд-Сюкешич является нашим соседом. Он живет напротив на санитарном доме, жив, проживал. Сейчас, конечно, не живет. Все время он там гулял, ходил. И все жители, вот, мы проживающие на улице Цынестанова и Баэтова, Баэтова с той стороны и с этой стороны на Цынестану, мы все его там видели. И он, видимо, ему приглянулся на этот участок и решил он его, как вы не знаете, так слово можно сказать, прифатизировать. Но оформлять на себя того он не может и он, наверное, поэтому пошел на такой шаг. Оформил на сестру своей жены. У вас все другое? Да. Пожалуйста, коротко на кальвизском и потом выступите не с четвертат, как юрист. Не в аж и битвом? На кальвизском озвучке все, что он сказал. Очень коротко. Суть, так, что он сказал? Крыстяк? Айтай мне. Ну, 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 хорошо, скажу. Новый жер, Бариске тейшит да, жажаған, 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 а, а, бұну, в 2008-ші дилы, вот, революция олгондынген, э, 24-марттанген, а, шут, шут, мю людям, шут каған, шут каған, байкарлерген, э, деген, берен, маэй, маэй, ээ, 1 маэйс, администрация, сô, э, 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 Он говорит, что в любом случае, мы не можем сделать. На 10 лет назад мы не знаем, что по-английски не будет. За это не то, что по-английски вы не будете делать, а при этом ухлы унижданное место, он не будет в порядке. А если вы думаете, что вы можете сделать, У меня следователь, кто такой, не установил этот вопрос. Спасибо. Вопросы мы не задаем. Спасибо. Спасибо. Денис Четвертый. Денис Четвертый, пожалуйста. Уважаемые журналисты. Микрофоны, если можно. Передвиньте все микрофоны к Денису. Добрый день, уважаемые журналисты. Хочу вкратце отметить, что здесь имеется очень большое количество нарушений законодательства Кыргызской Республики. В первую очередь, земельный участок неправомочно была выделять Первомайская районная администрация. С одной стороны, у нее таких полномочий нет. Полномочия о выделении земельных участков на территории города Бишкек занимается согласно земельного законодательства статьей 16 мэрии города Бишкек. И в соответствии с постановлением правительства 2005 года мая месяца за номером 177 земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выделяется сугубо очередникам стоящих в райадминистрациях, при мэрии и органах, которые занимаются выделением земельных участков. Что касается земельного участка общего пользования, вообще земельные участки общего пользования априори не выдаются под застройку и частную собственность. Тоже регулируется земельным законодательством, потому что земельные участки общего пользования предназначены для обслуживания граждан, проживающих рядом с земельным участком, а также всех жителей города Бишкек, которые проживают в Бишкеке. Также хочу отметить, что в постановлении 2005 года предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство был мораторий на тот период о распоряжении земельными участками. Дан мораторий, чтобы именно обойти через свое влияние на органы и наложительные лица, госрегистр и департамент индивидуального жилищного строительства. Все это, действия незаконные госрегистра и департамент были установлены судами. И я вот хочу единственное подправить председателя ДСЖ. Последнее решение по данному делу о признании акта ввода эксплуатации не существующего дома было 15 ноября 2016 года, которое оставило в силе решение межрайонного суда города Бишкек от 9 апреля 2015 года. То есть это не голословные слова о том, что там был дом или не было дома. Это уже на сегодняшний день есть решение у суда о признании эффективным документом на несуществующий дом. У вас все? Да, у меня... Спасибо, я предстояю слово уже младшим времени напомнил, наверное, дольщикам ОСО «Санат Инвест», как я понимаю, в той самой компании, которая не построила дом, но приемки у него. Пожалуйста, в какой вы оказались ситуацией? Здравствуйте, уважаемые журналисты. Я тоже пострадавшая дольщик, который на этом же участке хотели построить строительные компании ОСО «Санат Инвест», который является генеральным директором «Санпаев Бакыр», мы тоже с мужем хотели трехкомнатную квартиру купить на этом вот доме, в этом доме, в этом районе. Они как-то ландерыли. Мы оплатили договор, вот у меня вот договор на руках стоит, договор заключили с этим «Санатом Инвестом» и оплатили 40% стоимости квартиры. И по сегодняшний день, вот уже 2000, вот тут указано, на 2014 году, в мае, в августе месяце мы с ними заключили договор. И по сей день ни дома, ни квартиры, ни денег, там ничего не построили. Сколько раз мы к нему обращались, и он что говорит? Наглым образом. Вот, пожалуйста, хотите, как полан, фундамент какой-то, фундамент построил, ломайте, забирайте своих деньги. Вот прям я должна забирать с фундамента, отломать и забирать домой этот фундамент, вместо того, чтобы получить моих денег. Вот, что касается этих Сарпаевых, этот «Санат Инвест», очень много дочеков, очень пострадавших, очень много. Больше миллиона долларов они собрали. Мы везде писали. Мы писали в РУПВД, мы писали потом в Генеральную прокуратуру, мы писали в Финполитию. Куда этих денег, куда они дели, где стройка, и не ответа, и всегда они делают кровать, и в конце все закрывают. Я не знаю, кому обращаться. Это, это я даже, не знаю, государство не защищает обычных людей. Мы, кому должны обращаться, мы уже не знаем. Вот, вот так получается. Сейчас надо. Сейчас надо. Участок там, ушел или джиргия, который вот, строительная компания «Санат Инвест», генеральный директор «Сарпаев» Бахык. Мне договор заключает этот кембис, строительная компания меняет трехкомнатный, квартира «Алашичун». Договор заключает этот кембис, такими он тортунчик, чем на мере заключает этот кембис. Участок там, берет, азарька «Бунгой» чеен, 40% металлев койовым, азарька «Бунгой» чеен. Дей, квартира «Алашичун». Дей, уй, салан бай, азарька «Алашичун», мана «Рогыдзе» га обращаться истек, хинполициях обращаться истек, сотку бердик, генеральной прокуратуре га бердик. Азарька «Алашичун», кстати, речка «Алашичун», «Алашичун». Азарька «Алашичун» Я не знаю, что я поняла, и я не знаю? Ну, это вот что. Я не знаю, что я не знаю, что я говорю. Мы обрабатывали со своим учительством, я говорю про меня. Я говорю проラ, про лактус, я говорю про это. Впрочинно, мне не IIT. И если это не делается, я ко мне показать. Конечно, не знаю. Но мы не выводим. КОНЕМ МИЛИОН기에 отчасти с дверью. Мы, с которыми ... И, не знаю, кто это говорит. Президент, он говорит. А компания, где ты решаешь? Более компания, Осо Санат Инвест, генеральный директор. 5 человек, учредители. Но генеральный директор, Сарпа Баккыт. Калдан тоже 1 туган. Но, мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Прошу. Переходим к обсуждению ваши вопросы и принимаю заявки не забудьте представиться. Прошу. Мы говорим, что... ...поэтому что мы говорим, что они крутят. Но это не так. Нет, это не так. Индивидуальное застройство, когда создан их с пирамами, то есть и пирамами, и если имени оттуда, то есть такие согласования и мои неправные вещества, Но мы все не знаем, что мы в детском площадке, а бюро, что он сестерым, к этому, оформление, клад. Это телефонный звонок. Это постановление, что он говорит, что Карабаевский, а в учаиле исполняющие обязанности было в бюро мастер-администрации. Исполнитель, которые в Кахастарде дай отдал, ошел в Собкове, в Улам-Улам, в Чахар, в Парископаде, ошел в Айчкан, Махачан, в частности, ой, в студии, в студии, в студии, в студии, в студии и в студии. и так далее. Мы так делаем вот эти тщательно, это же очень сложно, я уже неvoque, но не так, я тоже в том, что такая семья, которая всю жизнь с тобой это неизвестен. Но мы так делаем все кончин. Мы так делаем как заниматься в этой организме, в нашей работе, в которой все это делаем, мы тоже должны Animals на себя где-то, и батькан – а их романом. Таким образом, когда мы верим, даже маленько по битвы, в центре Борисы и взрослых гласпанах, у нас все страны. Мы говорили, что мы были в анализе некоторых, и мы хотим, в том числе, и мы не хотим, мы не хотим, libyn Я думаю, что не нет обычногоoten rallyа, я думаю, что у меня нетuite, пожалуйста. При этомarea была большая значение, я тоже пытаюсь написать город. uno что собирается центральной здесь в этой позиции Потому что судебно-тревоен пост-регистры от ЧАК-Ардан был суд. Бывают документы, например, срокопия, срокопия. Турдуева, Турдомбаевна, Турдуева на окна, айдролифт на окна. Турк, Турдомбаевна, Турк, х Но в основном, в том, что Турбуева, Турган-Тургамбаевна, с которыми они делали, якобы, там салвали. Но от приемки эксплуатации с Барнистой, в общем, ДЖИ принимает эффект от приемки эксплуатации. Они принимают от кирменей, и в госрегистрии Галпар, госрегистрии Волфы, и в том, что они в Казахстане, чтобы там было, они не только там, но и в Казахстане. но и в Казахстане. Турган-Тургамбаевна, может быть, Казахстан, я не знаю, а потом я иду, а потом я иду, и я иду. Уважаемые в Казахстане, которые живут на пляжах, куб и продажам это не только что нам было, а, именно, и как бы, на доверность верить-то. Да, и ещё там, прямо, как в платах сходят, а беру доверность и я ее заколю, потому что, именно, в этот срок. Но много срок говорит, и мне чуть-чуть, доверность береген, доверность, нителя, сходятся, продать узбековой куб и продаж. вот два.. джерма детенческий декабр, джерма детенцы какого-то аквейна антенцы дела этот ягод граждан да ты ж ты, турдуемая, уполноход так сказать тебе, уполно младшие в этом году, во все, по пути мерзека естественно Уж в общем и искаловавши тарпа, якобыy хочу бурят Дядок так, год рождения, все называющие там, как продать за цену и на условиях, по своему усмотрению, принадлежащие мне направить в собственность и жилой дом, находящийся по адресу, в городе Бешкек, улица Станестана, улица Баяцова. Моя бара Бешкек, улица Багар, все это, где говорили, факт, что лежит. Как же? Один этаж на каждое этаж. Можно играть в два этажа. Но это уже Leonardo, этот канал, был в 2014 году. Это было в 2009 году. К каждой этаж, который насыпал, на втором этаже. Каждый этаж, который насыпал, мою игру будет в третьем этаже. Я хочу узнать о остальных дольщиках, вы собирались все вместе, чтобы коллективно заявление? Да, 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 есть, остальные дольщики тоже есть, мы групповой написали заявление, но это никто не смотрит. А это сколько дольщиков состояло? Есть из семи, есть из трех, вот сейчас вот уже устали, остальные дольщики, вот нас много было, они устали, потому что наши дела никто не рассматривает, никто помочь не хотят, или их покупают, мы не знаем, поэтому мы только трое остались, всего трое. Не знаю, но нет, не знаю, нет, не знаю, нет, 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 еще вопрос, пожалуйста, один вопрос, но уже мало. Скажите, вот ОСОСАнатоми есть, дольщиком которого вы стали, который пытался там что-то построить, теперь это все заглохло, это строилось на том участке, который был участком общего пользования. Да, это по-моему. Все, спасибо. И второй вопрос, я не знаю, может быть вы Нургу ответите, вы сказали, Нуржима сказала, что генеральный подрядчик, директор какой-то Санбаев и Бакыт, вот скажите, какое-нибудь отношение к ОСОСАнатоми Небес имеет бывшая владелец этого участка Трудуева, как ее там зовут? Толикан. Толикан, да. Есть вот этот след, то есть такое впечатление, что это в общем какой-то единый узел, где люди друг друга знают и собирались построить дом и его подарок. Понимаете, тут поскольку это вот это наше заявление и вот таким трудом забитое возбуждение головы неба, потому что Санатом Небес появился уже после возбуждения уголовного дела. Они как-то друг другу прикрывают. И ко мне неоднократно приходили с угрозами, с уговорами и при угрозах вообще сказали, что я сотрудник в угол, что сам с белого дома, да вы у вас это кто-то отсюда, да вы кто такая. В общем, всякое бывало. Но я сказала, правда и правда превыше всего. Как это Орштарда говорит нам, условно нам картошки. Поэтому нужно будет добиться, если вы неправильно и незаконно поступаете. И мы так поняли, что тут замешаны еще джунусовы, потому что подалились джунусов. Тут столько людей каких-то махинаций. Мы не успеваем за ними бегать и вытаскивать все эти документы, где они что прячут. Как, на кого переобольнять, переобольнять, как делать. Понятно. Спасибо. Еще вопросы есть? Пожалуйста, прошу вас. У меня вопрос к юристу. Если изначально участок был выдан для индивидуального строительства, каким образом у нас строительство многоэтажный? Заходно ли это? Второй вопрос. Кто вообще должен отвечать за все работы и то, что случилось? Только с органом ответственности. Ответственным за строительство на сегодняшний день является Вишкей главная архитектура, которая выдавала разрешение на строительство и согласование всех проектных документаций. Как раз его по строительству должна быть сама Вишкей главная архитектура, которая на сегодняшний день является подразделением мэрии Монады Вишкей. А то, что они начали... А то, что вообще изначально, да, земельный участок выделялся как... Целевое назначение ему было жилищное строительство под постановлением мэрии. Но, получается, на сегодняшний день строится многоэтажка и здесь тоже идет без закона, поскольку, прежде чем строить многоэтажку, нужно перевести целевое назначение земельного участка. По моей информации, земельный участок так и остался индивидуальным жильщим строительством, но никак не под многоэтажком. Спасибо. А еще один вопрос можно скажите? Вот в 2006 году, вскоре после 2005 года, когда Кемиат отдал этот участок, какова была формулировка передачи участка общего пользования частной собственности? С какой формулировкой? На основании чего? Вот первичный документ, от которого все пошло. Вот он как составит? Можно прочитать? Изначально. Каким образом? А Кемиат не имеет права давать такие документы? Ну, вот Туркдуевый Турканд по постановлению 190-19 августа 2005 года, здесь они даже ссылаются на кучу нормативно-правых актов, которые не регламентируют выдачу первомайской районной администрации земельных участков, и здесь написано было пунктом 3.3. Туркдуевый Туркан-Тургамбайне, улица Баретова-Сынистанова, площадью 300 квадратных метров, согласно приложенной схеме оформить Мишкетскому городскому управлению по земле устройства и регистрации прав для недвижимого имущества государственного акта права и частной собственности. Был закреплен именемый участок. Просто закреплен и перечисляются в шапке какие-то постановления? Да. А может быть эти постановления законны? Мы проверяли, это не набор. Просто набор постановлений. Мы по ним подчеркнули, в суд говорили. Пожалуйста, Вести. Я хотела узнать также, недавно, после выборов мэра, в мэрии была создана комиссия по выстранению подобных случаев. Вы туда обращались? Вот как раз таки, я же вам говорю, почему мы сегодня создали вот это выступление при конференции. Мне вот вчера нас всех возмутило. Мы сегодня все хотели жить и прийти, но, однако, многие на работе. Это я вот, Фелик Стринна, и вот там собрались. Потому что следователь в очередной раз приостановил, вот, отмененное, это, приостановление возбуждения уголовного дела, отменили и расследовали. Поэтому я собрала. Да, а по поводу вот вашего заданного вопроса, я хочу сказать, да, я пошла на прием к мэру. Вот после вот референдума, после этого, меня приняли, заявление написала, кучу документов. Вот таких кучу документов, где обдель прокуратуры, ВСМВ, вот, значит, президент, Юр Кенеш, этот, ну, главе правительства. У меня вот, конкретно, я могу сказать, вот сколько. И ответы, и ответы просто отписки. И вот я узнала, что, оказывается, недавно создана вот эта комиссия, про которую говорите. И вот это мое заявление, полтора месяца гуляя, попало вот в эту комиссию. Мне звонили, и вот они, рассматривая вот это, вот такой пакет документов моего заявления, они ужаснулись, говорит, а что же столько времени, говорит, не дали юридическую оценку, вот этому происходящему. Они взяли за ваши вопросы? Они взяли за ваши вопросы? Да, они взялись вроде бы, но я еще не знаю, еще результат-то я еще не получала. Они сейчас на стадии расследования. Вот, я не знаю, после вот этой нашей конференции, может быть, более подойдут ответственно. Ты же слушай, на начале ничего с увара шло в барты. Ты слушай, да, на начале шло в барты, шло в барты на Балдар, на тях, и науках, начало. А вот в том-то и дело, у меня, у меня вот пять внуков, два с половиной года, восемь лет, вот в школу ходим через это. И вот, ну вот через вот эти колдожины, сидя, никаких детских площадок у нас нет. И у моих соседей то же самое. Ну, в доме, внутри. Здесь собираются вот возле нашего двора, прямо под навесом, вот там играется. А кто вот куда-то вводит? А сколько там летели? Вы знаете, вот у нас так получается. В ТСЖ это потому, что вот на пересечении Тенестаново-Пайетова стоит двухэтажная старинка. Потому что наш дом с 50-х годов стоит. И там все старожилы. Самые наши старожилы, это бабушка Власова, ей 97 лет. У нее уже праправники. Вот. Потом за Байетовой идет живой массив, частный сектор. После нашего ТСЖ, опять-таки, дочери Джулу идет частный сектор. А напротив, вот как раз, я почему-то сказала, где проживал Тикибарев. У них свой дом, свой двор внутри. И внутри у них есть своя детская площадка, все. Но наши дети иногда туда все ходят играть. Ну, там часто деление идет, ругаются, дерутся. Почему мы пришли к нам? А вот он, живя напротив, видя нашу детскую площадку, и вот она приглянулась. Еще один такой точнейший вопрос. Скажите, что это вот как дело рук лидера Талифьяны, он там свое авторитет и влияние включал. У вас на чем построено? Просто еще раз скажите. На чем это построено? Кроме того, что владелица этого участка стала его, как это по-русски говорят, своя очередь. То есть сестра, жены. А если мне уже в открытую лицо говорили, вот вы столько бьетесь и пишете, и подаете, все, вы что думаете, вы сможете победить или преодолеть этот борьер? Вы кто, а кто он? Поэтому мы сказали. А вот техзаключения, вот я как раз таки сказала, показаны техзаключения, которые без номера все. Вот это техзаключение составил Мама Керимов-Нурман. Вот первое имя Тикибаева, официально от сотрудников госорганов, услышала я от него, что это как Тикибаева поручение, по поручению Тикибаева как я составила. Я говорю, вот этот документ, на основании которого должно такое постановление принимать администрация, он говорит, это по поручению Тикибаева. Фамилию будьте добры еще раз. Мама Керимов-Нурман. Я это написала и в органы, чтобы приняли меры, и чтобы его пригласили, и чтобы он дал конкретные объяснения по поводу вот этого заключения. Можете, пожалуйста, конкретнее назвать фамилии и должности, и когда это было, когда вы выгрожали? Вы знаете, когда уже последний раз в 2014 году раскручили нашу детскую площадку, хотя все ограждения сейчас так и остались вот у Санат Инвестор за забором, мы стали стеной, вот после этого, вот стали с 2014 года у меня угрозы, в течение двух лет поступала. А от кого? Какие-то фамилии есть? Имена у нас? Они меня фамилии называли. Один раз пришел, вот такое лицо, все, пришел, зашел ко мне в офис, вот там у меня рядом в офис, значит, зашел и прям мне вот так, что лицо вот так сделал. Говорит, кто такой? То есть физически? Да, он мне вот так физически. Надо вот твою семью, говорит, мы КамАЗом приедем. А вы давали заявление? Да, я написала. И прямо написала и сказала, если что-нибудь со мной звучит, провинить, вот те, те, те. И какие? После этого, тишина. 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 У меня буквально три вопроса. Первый вопрос в том, что из вашего выступления я понимаю, что мэрия сейчас идет в угоду Тикибаева? Вы знаете, вот теперь я думаю, что не пойдет, наверное, мэрия в угоду Тикибаева, потому что я уже настолько это уже открыто озвучила. Да. Потому что до этого, мы давно знали, мы не говорили Тикибаева, мы просто говорили родственница высокопоставленного чиновника. потом уже надоело это, ну, я уже открыто написала во все органы, прошу принять меры в отношениях такую, потому что есть закон, что вы думаете, не принимаете и не решаете. А он звонки делает. Еще один момент. Вы говорите о том, что в одном дворе живете. Вы самостоятельно не пробовали к Кузьму обратиться, понять этот вопрос? Да знаете, а его сейчас трудно. Куда его дойти? Нет? Нет, он до последнего вроде как жил, по нашей информации. А, нет, правильно, можно было бы обратиться, но я насколько... В 2006-го года начинаем, просто этот вопрос поднимает вот эту удивительность. Да, я могу сказать... В 2018-й год. Нет, мы не обращались к нему, потому что знаем, что он все равно бы не стал бы, он такой человек, он бы отказался, отрицал бы и... То есть, ваше мнение о том, что вот вы сказали о том, что Мамад Киримов Ирлан сказал, что это Тикибаев, и все окончательно уже нету Тикибаев. А вот следователь Торчиев сказал. То же самое? То же самое, что ему звонил Тикибаев и сказал. «Эй, ничё, ничё, ты джак, пой бай с ним». Когда Турдуев... Это вот два года назад, когда он Турдуев начал, извините за выражение, приставать и приглашать все время на допрос. Турдуев? Турдуев, Тиликан Тургомаев, когда начал приглашать, чтобы она дала пояснение, как он этот Зименичан... А ты вроде как говорили еще раз? Вот Турчиев. Вот Турчиев. Это следователь? Это следователь сервомайского РУВД. Все, есть еще вопросы? Все, тогда всем спасибо, надеюсь. И что cheated было крвейтов за храм, а то всё, это следовательское. И� это следовательное заявление, то, вовремя, разд undoubtedly не относится тем, Biraz когда тролльпой надо должно失евать, когда обычно вы 對不對put, может том, что за дивview может approved, Продолжение следует...